В то время как на площади независимости в городе Киеве продолжается акция сторонников евроинтеграции, крестьяне церкви «Дверь в небо» проявляют свой патриотизм в недельном посте и молитве. Для верующих такое священное действие, уверяют они, двигает руку Бога. Крестьяне рассматривают сложившуюся ситуацию в стране как противостояние со стороны темных сил. Для того, чтобы восторжествовало зло на этой земле, достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали. И это, к сожалению, то, что мы сегодня видим сплошь и рядом. Но, слава Богу, есть верующие люди, которые не хотят отдать дьяволу эту землю. Украина – это страна, которую Бог предъявил для великого пробуждения. И мы молимся, чтобы Господь помиловал эту землю, помиловал наших правителей, чтобы Он примирил сердца гордых людей на этой земле и не допустил кровопролития. Мы, как патриоты своей земли, понимаем ответственность, которую Бог возложил на церковь. И мы верим, что наша молитва творит историю этой земли. И Господь сказал, если мой народ смирится предо мной, будет молиться, будут рискать меня, оставят свои грехи, то я приду и исцелю их землю. Накал страстей в воскресенье на площади прошел без смертельных исходов. Хотя на видео в средствах массовой информации можно было сказать другое. Верующие связывают это с тем, что в этот день, тем более воскресный, все христиане молились за Украину. Епископ Юрий Коновалов призывает продолжать всех христиан молиться за страну, чтобы только Божья воля осуществилась в жизни украинцев. Господи, для Тебя нет ничего невозможного. Да не будут здесь взрываться бомбы, да не будут здесь литься кровь. Господи, сохрани нас, убереги от всякого зла и благослови по молитве святых его и их землю. Во имя Иисуса Христа мы благодарим тебя. Днепропетровская церковь будет паститься всю неделю. Завершением будет ночная молитва. Христиане верят, что неделя увенчается победой, которая придет от самого Бога. Специально для христианских новостей. Анна Блоха, Ольга Лях, Днепропетровск, Украина.